здравствуйте с вами коутон и это четвертая неделя европейского лкс в этом видео я расскажу о первых трех матчах первого дня первая игра будет между фнатиками и мемами у команды фнатиков весьма стандартный сетап элис пикнутая против зака идеальный вариант просто идеальнейший вариант хорошая контра прекрасно отстаивает лейн не менее полезного лейтгейме идеальный вариант говоря же про остальных четырех персонажей это ауе комп стандартная у и комп спикнутый сонный против дрейвена я не скажу что это контра но хотя бы она может отхилить его дэмэдж плюс лейтгейме она его может поймать ультой цианит играет на джару не также прекрасный выбор против дрейвена и экспеки на ариане и варус ну тоже хорошая добавка в ауе комп свою очередь мимы играют совершенно неординарном сетапе это в лед комп смысл в том что к зару на ускорение и на бомбочки может кинуть на к примеру ноктюрна или же кубона и кубон с этой уже бомбочкой врывается в толпу ну или же в макат и ноктюрн летает в толпу или там воды кэри и а п кэри получается что где-то до минуты а наверное 20 под бомбой ноктюрн может разрезать вражескую адекаре с небольшим ассистом идеальная ситуация сетап очень хорош но он рассчитан на сноубол для этого мимы инвейдет я скажу так это одно из самых важных моментов в этой игре что произошло этот инвейд и он закончился очень странно давайте посмотрим как инвейдет мимы прекрасная q от ноктюрна сразу прошивку про всем и пассивку по всем за счет этой пассивки он выживает в него не у игнает елустар здесь идет совершенно сумасшедший дэмош елустара умирает кстати здесь и маклер в соуза идет бомбочка и он умрет от одной автоатаки кубона пока 20 там гонится за к зару зару естественно здесь уйдет у него можно спит выше чем у пузу на 10 единиц и насколько я знаю такой же как у джарона или на 5 единиц меньше ничего страшного здесь мимы делают прекрасный мув мне очень нравится этот момент мимы продолжают агрессию резнувшийся маклер который купил себе хеллспот отрегинившийся ноктюрна опять же хеллспотах и они банально бегут во вражеский лес здесь елустар чуть-чуть их пропускает ставит вард и он решает зайти в но увижу смотрим либо показывается на секунду цепляет здесь елустара зачем-то маклер разворачивается из-за этого он тратит флэш а кстати да сыграла с ним злую шутку здесь ставится vision вард сюда кидается шарик и вроде бы ситуация не самая приятная для команды фнатиков посмотрим как они из нее выйдут забираются здесь маленькие лизарды в совершенно верный вариант просто идеальный это это совершенно верно бум реагресса здесь красный баф и все все что нужно было сделать мимо повести его выше и макката не смазит и этим сливает себе early game просто в хлам если бы он отвел от флага он бы просто банально забрал если бы он засматил он бы забрал не получилось ни то ни другое получилось следующее маккаты пропустил смайт не забрал из-за этого вражеский баф и потерял свой синий потому что он понимает что драться против 2 джар у нас красным бафом нереально здесь идет ошибка также от маккаты смотрим он не идет на вражеский полностью заваженный синий баф он забирает сначала идет потом передумывает идет на свой красный баф ошибка жуткая ошибка так бы получилось 11 по бафам если бы он забрал вражеский красный у цианида были бы просто нереальные проблемы из-за этого маккаты очень сильно отошел в нас назад по закопу пытался очень и очень много ганкать mid lane в конечном итоге на шестом левле у него это получилось но это было уже поздно а к этому времени цианит уже сделал насколько я помню пару ганков на ботлейн и пара из них была удачная со статы 3 1 не мы проиграли эргей из-за ошибки маккаты смотрим дальше а здесь интересный момент и как раз то о чем я говорил про mid game с этап мимо смотрим как разыгрывается здесь тимфайт на мой взгляд это очень показательный момент вот вылетает здесь кубон на нем уже есть бомбочка и команда фнатиков кстати кубона нет ульты и флеша заметьте команда фнатиков понимает что нужно отходить ужасное позиционирование кубон стоит посередине команды смотрите полностью от зоним в свою очередь если бы фнатики не побоялись в этой ситуации я думаю они выиграли тимфайт но смотрим что происходит дальше они отходят влево хотя на самом деле им нужно было отходить сначала влево потом вниз смотрим они отходят здесь кидается вот вот смотрите огромнейшая ошибка ошибка сразу от двух мемберов команды фнатик кидается ульта от пузу чисто в кубона хотя не знают что у кубона нет ульты нету игно это насчет гнает я думаю они не знали но флеша ульты точно не значит нету чтобы не прокнула бомбочку чтобы не получить дэмэдж и ел стар вместо того чтобы ультануть в двух кэри справа он кидает ульту в саппорт либика на которую кидает ульту зелен одновременно две ошибки в малюсеньком тимфайте свою чуть маката влетает здесь пузу теряет его и все он уходит он уходит на своем щите и больше ничего сделать команда фнатики не может она не приходится бежать маката влетел воды керри заферял его и этим он его за зоне получив на себя немного дэмэджи кубон теряет много хп и вот и превращается в свои четыре маленьких частички маката здесь залетает но затанчивает достаточно времени кидается здесь руты в либика бум пузу здесь умирает прыгает здесь со с флешем зак за рук сару здесь также умирает соус будет бежать 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 но в конечном итоге он умрет как я уже сказал две огромные ошибки от команды фнатиков если бы yellow star ультану в право в маклера и ксару все получилось по-другому есть пацаник хотя бы заюзал одну комбу и ульту в кого-нибудь тоже получилось в принципе получше и теперь смотрим тимфайт который поменял курс этой игры сразу хочу заметить денег фнатиков больше хотя по тауэром в принципе все равно то есть ну вообще все равно по драконом насколько я помню мимо из тоже сыграли один в один но разница фарме здесь практически 80 скрипов но здесь чуть хуже здесь тоже больше воды кори чуть чуть больше все идеально причем здесь как видите голд это монет это тоже для решает плане голды 14 один с пользу мимов я оказался неправ здесь четыре вышки забыл не столь важно смотрим teamfight как получается teamfight команда мим хочет драться она хочет драться потому что понимает что если игра затянется больше логи все получится еще хуже смотрим вот здесь кубон elastic screenshot и отменяет в свою очередь ноктюрн влетает без даже бомбочки он влетает x пеки даже не теряется у маката нету хп ему приходится получать ульту зелен эту зелен кидает у пузу просто авто оттачит но на авто точно никто не может остановить посмотрите сколько счетов yellow star также отходит маката пытается убить yellow star а заметьте саппорта не получается санит здесь уходит маклер здесь уходит и кубон здесь ничего сделать не может и он прыгает заел у старым и также умирает 50 прекрасный teamfight для команды фнатиков жутчайшие ошибки кубон не натянул elastic sensor shot точнее он его натянул но одновременно с этим он его отменил и влетел маката причем даже без бомбочки на что он влетал отсюда акзар был здесь позиционирование был ужасная маклер не использовали ту куда надо единственно кто здесь сыграл более менее адекватно это был лиги ну и можно сказать зару я думаю этот teamfight и в частности маката за счет ужасного энгейджа слил игру о команде фнатиков следующий момент следующий момент это гэмбит версус алтерн смотрим баны сначала давайте пройдемся по банам гамбиты забанили ну ну элис и треша стандартные баны и здесь алтан банит его 300 фейта и джейса зачем банить 300 фейта и ел я не очень понимаю ну ладно не столь важно интересный момент я хочу рассказать я слушал трансляции никто об этом почему-то не сказал смысл такой смотрим на сутап гамбитов шин удир и райс что это нам дает ауе таунт можно сказать стан ну можно сказать ауе стану на самом деле он используется по одному и у райза клетка и все эти персонажи максимально сильны на втором третьем уровне максимально сильны шансов драться в сетапе джарван z и колес нету никаких что из этого мы получаем мы получаем форсированный сло пленов чтобы естественно здесь двое получился если чтоб 4 в 3 форсированный свап что это нам дает это нам дает то что даймонд прокс может или забрать tower или может идеально подраться на боте то есть задавить у диры тем более в его билде в тайгер стенсе с торм с плейдом совершенно шизанутый дэмэдж в гейме смотрим что происходит принципе получается тоже то что я и сказал они забирают или tower или ну полностью за зоне и кирп и который понимает что если он подойдет он врет ай или же просто его убивают кирп кстати сыграл здесь идеально отошел вовремя из-за ошибки дарки а на мой взгляд смотрим держи в диспозишны его подкидываются но дэмэдж не проходит к сожалению от копья или к радости агент же здесь убирает но арана недооценил дэмэдж у диро нужно было от флешивать сразу до 100 на все по хорошо но смотрите white night за за да кстати это ужасный был пик против райза я не знаю зачем он взял и сейчас на ужасный пик он подходит сюда смотрим кирп получает дэмэдж от соны это дэмэдж от сон и здесь если видели смотри сколько дэмэдж от сона проходит и дэмэнд прокс флеш все дабл флешки это был начальный сноубол у диро получает 2 кила это как раз то что ему нужно было потом была маленькая прям маленькая ошибка от джерри вот здесь вот но я ее показывать не буду она была маленькая но она дала команде гэмбит совершенно фришный осени баф и смотрим вот на мой взгляд момент который выиграл игру для гамбитов после этого уже никаких шансов не был отставание по голоде уже две с половиной тысячи бот лэйн стоять не может потому что ну 5 лэву на 10 минуте это не серьезно на мой взгляд то что на этом турнире столько пикают фидал саппорта это перебор это перебор он не настолько силен что вы его столько пикать почему он не контрит даже ту же сону скорее наоборот и смотрим 4 в 2 прекрасная стрела и здесь джерри умирает не заведу ни одного каста мертвый даймэнд прокс естественно танчи дэмэдж здесь арана я врывается но не очень хорошо слишком поздно на мой взгляд он использую льту надо было сначала использую тюльп потом делать комбо и получается два кила white night тотально унижен был алексичем до этого момента здесь преимущество еще увеличен и здесь алексич просто спокойно ставят в клетку арана и смерть арана с зачем-то завезу в крипов alternate отыграли эту игру просто ужасно в свою очередь они совершенно не поняли как играть против кира даймэнд прокс ну я не скажу что они дали 100 потому что дашина не не закрыли предположим но это не так страшно то что райс был бы пикнут они тоже предположить не могли они грамотно отреагировали а вот этим свапом но но во первых мне очень жутко не понравился пик вейн фидла фиджут часть же стоит два верс с 1 лейн и у него нету харасса и у он макси тфер у фидла самый маленький дэмэдж из саппортов до 6 лево если он естественно макси раун фир макси война неплохо но тоже не самый выгодный вариант не был забанен здесь не дрейвен не варус ну не тот же и зрел хотя и зрел здесь не лучший определенный выбор был бы ничего не было забанено в этом моменте они очень сильно проиграли неординарный пик к я понимаю зачем он был была она пикнут она была пикнута против даймэнд прокса но пиком райза и у диры постоять лэйн один один уже никак нельзя было и одновременно с этим жучайший просто жучайший пик за это зачем пикать за это против райза не очень понятно спишем это на то что не было форум лорда который во первых капитан команды олтернет во вторых он коллер то есть он говорит что делать и пикает для своей команды на этом можно списать игру можно сказать соло выиграл даймэнд прокс и конечно же алексич как минимум своими пиками но и своей игрой и здесь игра следующая игра у нас ил джиннисс версус лемонтокс баны у нас были от ил джиннисс его джарван кеннон сочетлем ток забанили джейс от твисты фейта ну ну стандартные баны опять же я не очень согласен с баном евы но декстер играет очень много на рисе не очень много наяве и очень много на нас усе свою очередь давайте пробежимся быстренько по пикам у команды его джиннис совершенно стандартный для них сетап единственный пик который для них наверное все же не стандартен это крыса twitch и я вот честно не помню чтобы я лупит пикал крысу на протяжении наверное всего сприн лкс и естественно в этом сезоне он тоже и не пикал так что не помню но отыграл он хорошо крепа также прекрасно хукал играл очень хорошо в этой игре игру слил правильно фроген кто бы мог подумать на самом деле я тоже удивлен что слил ее фроген слил он ее не тем что он там жутко играл в тимфайта хотя там тоже были свои моменты но покажу чем у нас слил смотрим здесь он не отфлешивает от фира и его теряют и он умирает вот этим банальным моментом он слил своей команде early game почему забрали килл хотя преимущество по голоде было прилично зоро зеро стоит солой ему делать нечего кстати сначала он стоял на боте против зак но здесь произошел свап одновременно с этим миссия ганкнул и фроген за счет того что он не отдал флэш и поставил неадекватный вард куда-то слишком далеко одним словом он слил early game своей команде отдал дракон отдал килл впоследствии это перерастет в тауру смотрим дальше фроген и ганкнул александра но это ничего не решила то есть ну у него 02 его убили александр его ганкнул прилетела просто застанил ультой и он умер это не столь важно но после этого ему пришлось идти в неджи таби потому что за это становилось много денег и вот здесь момент когда начинает игру сливать опять же тот же человек который устраивает и сейчас навсегда простите меня если вы фанаты с нупиха но я нет я не фанат на мой взгляд его уже нужно кихнуть давно опять же простите меня фанат смотрим вижу на нету это конечно же фейл все же фрогена хотя с ну пи тоже не поставил сюда саблинга ульта он думает что все я спасен и в лед от лисандры ульт теперь в все смерть что это дает команде лима dogs это дает совершенно банальную и банальную вещь 2 дракона и преимущество по голде фроген фарме толком не может зак начинают проигрывать лисандрю который совершеннейший free farm кстати это на мой взгляд некоторая ошибка все же я лупит и скрепа но ничего они не могли сделать против разожженного лисандрю который был фрилай забирают они второго дракона и вот здесь вот на мой взгляд вот это показательный тимфайт почему не нужно играть по древней мете в древние мета это маукаи маукаи на самом деле был полезен некоторым вроде в этой игре а точнее он был полезен в самом начале не скажу что это можно было делать не на маукаи но слупе себя чувствует лучше на маукаи чем на других персонажах он вначале там через vision который поставил крепа аганку миссии или наверно миссия ганку миссии и убил его кстати у миссии уже 0 3 всякие вы сделали на нем смотрим что происходит в этом тимфайте команда вилла джиннисис бэкается бэкается она вот отсюда вот так вот сми до позиционирования смотрите на позиционер уилла джиннисис самое жутко позиционирование какое второе может быть они зажаты между следом и вражеской команды вы скажете когда вы вместе в пятером а у врагов один персонаж который стоит отдельно это плохо для врагов на самом деле это совершенно не так смотрим почему смотрим наш мод который нам как раз посмотрим показывать 255 крипов на 2550 идеально совершенно сумасшедший дэмэдж 201 его никто не может остановить его не могут поймать в этом самое страшно страх этой ситуации весь flash и у него есть ливен шадус плюс уль если его каким-то чудом хукнет креп и все равно продолжить команды его джиннисис не сможет смотрим что происходит дальше траться они не могут вообще в этой ситуации но снопер думает по-другому 11 кстати смотрим и он решает прыгнуть в декстер прыгает в декстера сразу его игнорирует смотрите никто в команде джиннис не делать ничего эластик слишком поздний фраген использует зоню до флэша флэш это он уже слишком поздно в яйце здесь я лупит а взрывает нюкдак также он взрывает еще и викида и здесь зоро зеро совершенно сумасшедшим дэмэджем убивает всех если бы фраген использовал сразу прыжок назад то есть ну flash назад и после этого бы встал в зоне было бы совершенно все по-другому но он решил заезать 15 а белок и только после этого в сайт зоне а в свою очередь и лупит открылся в принципе нормально но его ваншотную нюкда который слишком разложен крепа поставил также не самую лучшую ульту которая не задела совершенно никого и одновременно с этим с лупи влетела из-за форсов тимфайт который они выиграть не могли вижу но не хоть и нет у них совершенно вижу не было это файл крепа смотрите здесь нет увижу на то есть они даже не мог не лупит увидеть когда в него влетит так и хоть кто-то этому не мог остановить веке сделал практически все правильно прыгнул немного поздно но он просто не ожидал такого муба мува от снупиха это единственная причина почему он натягивал астик сленшот так долго и так поздно начал натягивать после этого команду лимон докса снать было уже совершенно невозможно разница 7000 голды при таком разложенном за не означает что его никто из вражеской команды оставить не может его не может остановить даже зак у которого армора толком то и нету который идет я не знаю зачем это было куплено все собственно говоря это было все это был конец для команды и л джинниус всем спасибо за просмотр обязательно посмотрите на видео которые будут снизу по второму дню и по трем играм последнего ну первого дня спасибо за просмотр пока